Общественный бюджет поделен. Одесситы подали 131 проект на общую стоимость 156,5 миллионов гривен. Среди множества идей, с которыми активные одесситы пришли в мэрию, были детские площадки, озеленение города. А вот проект благоустройства придомовой территории, за который уже 30 лет никто не смотрит, так и не приняли. Жителям надоело обивать пороги всех госинстанций, поэтому они решили попробовать решить проблему через общественный бюджет. Здесь получается, что ничего вообще не делается. И был реально уклон на то, чтобы хотя бы этот проект, бюджетный школа и общественного бюджета, и общественный бюджет могли хотя бы покрыть эту проблему, устранить недостаток благоустройства этой территории. Она постоянно затапливается дождем, снегом. Там травмоопасные конструкции, старая детская площадка, люки торчащие. В общем, там довольно-таки небезопасно. Большинство проектов приняли без проблем, но даже в тех, которые принимались неохотно, искали компромисс. Одна из идей была связана с борьбой с коронавирусом. Но членам комиссии не понравилось то, что общественной организации нужен компьютер и разработанный сайт для того, чтобы помогать пенсионерам с оплатой коммунальных услуг онлайн. Я еще раз повторю, что в городе общественных организаций много. Я думаю, что не хотела бы этого зала, чтобы поместить здесь представителей всех общественных организаций. Если каждый будет говорить, мы важны, но нам нужно послушать это, 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 это невозможно по законодательству Украины. Либо мы с улучшением к нему относимся, либо мы говорим, что нам все равно. А вот нам хочется. Вы сами же не сможете, вы не поймите то, что у нас правильное. Общественный бюджет рассматривают и принимают каждый год. Проекты реализуются, но не всегда так, как это было задумано изначально. Примером неудачного проекта стали печально известные качели на Греческой площади. Огромная сумма была потрачена на сомнительного качества аттракцион. Детище общественного бюджета практически все время находится в нерабочем состоянии.